Медиагруппа «Авангард» представляет Я сейчас попытаюсь так это выступать с двух сторон. С одной стороны, как потребитель, как человек, который защищает потребителя, к которому приходят эти самые замечательные жалобы. А с другой стороны, как представитель сообщества борьбы с фродом, мы защищаем потребителя, обеспечиваем доступ к финансовым услугам, отвечаем в том числе за финансовую грамотность. Я бы хотел посмотреть, что социнженерия, о которой мы много все говорим, она базируется, естественно, на двух сторонах. С одной стороны, это, конечно же, клиент, который действительно часто не совсем подготовленный, не совсем готов к тому, что он использует. Жадный иногда, иногда всего боится, иногда неграмотный. То есть все эти вещи, которые испокон веку используют мошенники, классические российские пословицы, на грош петаку и так далее. Но с другой стороны, есть финансовые посредники, которые уже совсем ушли далеко от бумажных денег и дают какие-то инструменты, которые там одним кликом можно сделать, что угодно и так далее. И вот здесь как раз я на этой части буду больше останавливаться. В современном мире очень важно, как эта часть взаимодействия ведет себя, как они участвуют в этом процессе. Ну и теперь вот вопрос. Произошел случай, кто виноват? Значит, банки говорят, виноват клиент. Лох, не научился, неграмотный, не нажал ни на эту кнопку, поверил. Значит, клиент говорит, банки-мироеды отняли деньги, я не знал и так далее. Ну, мошенник само собой. А теперь посмотрим более мелкие вещи. Финансовая неграмотность, да, цифровая неграмотность еще больше. А вот дырявое платежное приложение как-то не участвовалось, не использовалось по этому поводу. Мобильный оператор, который продает скопом, так сказать, миллионами своей симки, непонятно кому, и потом на трех вокзалах торгуют этими вещами. Так что все это вместе, получается, влияет на то, что появился новый удобный инструмент для мошенников по похищению денег наших замечательных граждан. Я вот тут привел пример из исследования, которое было по доверчивости пожилых людей. Действительно, очень часто, не всегда, ну, там больше половины случаев, это люди, скажем, 50+. И в силу особенностей физиологии, действительно, лобные доли потихонечку начинают, так сказать, изменяться. У человека снижается критический порог. И человек начинает верить, ну, у меня сам отец отцу там 85 лет, он там мне не верит никогда, а там первому попавшему человеку на телефон он верит легко. И это, кстати, обычная вещь. Поэтому это тоже используют социальные инженеры. Посмотрите, вот как у нас растет количество пенсионеров, использующих счета. Мы двигаемся, мы стараемся платить пенсии на карты, мы это распространяем, популяризуем как замечательный инструмент. А с другой стороны, к нам идут мошенники. Если, скажем, посмотреть медианный возраст населения Земли за, там, крайние, там, 50 лет, медианный – это та самая точка, которая делит население пополам, да, то за 50-го по 40-й год, ну, 40-й – это прогноз, сейчас мы примерно посередине, этот возраст растет значительно, очень сильно. И в России сейчас уже медианный возраст 40 лет, а в Европе уже, так сказать, под 50 и так далее. То есть это все наша с вами аудитория, все наши с вами клиенты. Ну и перейдем, собственно, к случаю, с чего началось. Пришла жалоба человека, который потерял свои деньги, так сказать, порядка 2 миллионов, через один из платежных сервисов Pay. Позвонили, значит, убедили, получили пароли, привязали карту, токенизировали к платежному приложению и за, так сказать, полчаса, 20 транзакциями, из которых, так сказать, большая половина была на совершенно одинаковую сумму, там, условно, 105 тысяч 232 рубля. Вопрос, что делала система фронт-мониторинга в этот момент? Ничего не делала система. Более того, клиент, сейчас мы его сопровождаем, он пытается написать в банк, банк отказывается, говорит, вот вы тут типа мелким шрифтом подписали и так далее. Вот. Это, конечно, ситуация, безусловно, ненормальная. И ситуация, при которой вот этот банк, это такой не очень большой банк, но он дочка там большого крупного международного, претендующего на глобальность. И вот эта ситуация, когда система фронт-мониторинга не работает и фактически банк даже не понимает, почему это должно быть, вот это вот самая неприятная часть этой жизни. Поэтому, конечно, необходимо думать над тем, чтобы мы что-то делали совместно. Прежде всего, мне кажется, важная очень тема, если банк предоставляет финансовый инструмент, риски необходимо разделять. Надпись мелким шрифтом «Клиент несет ответственность за все», я думаю, она уже работать не будет. Вот у Николая Пятизменцев, уважаемого мной, недавно появилась статья в Плассе, буквально, может быть, недели три назад. Там анализируется, очень рекомендую, там анализируется практика судебных решений по такого рода вещам. Я вам хочу сказать, что ситуация меняется. Банки все чаще, суды все чаще принимают решения в пользу клиентов. Банкам все сложнее. Те банки, у которых нормальная система фронт-мониторинга, они вполне нормально смогут доказать то, что они были правы. Если вы помните, когда мы переходили с полосы на чип, я помню несколько судебных решений, при которых присуждалась в пользу клиента сумма, ровно потому, что банк предоставил небезопасное средство платежа. То есть он предоставил полосатую карту, сэкономил на чипе, у клиента украли деньги через скимминг, банк пытается объяснить, суд принимает решение, слушайте, есть чип, вы не предоставили, вы виноваты. В этой ситуации то же самое. Вполне финансовая организация может предоставлять свои любые современные услуги, но при этом, а, оценить, что за клиент, б, проинформировать клиента, и в, настроить систему так, чтобы у клиента это дело, чтобы у клиента не украли средства. Честно скажу, когда в предыдущем месте работы мы строили систему фронт-мониторинга, вот как описываем раньше случай, на втором платеже фронт-мониторинг заблокировал бы карту и правильно бы сделал. А тут ребята сидят и ждут, им все равно. Поэтому, конечно, это важная тема. Первое, о чем я хочу сказать, ну, собственно, слайд не написано, что, ребята, продаете инструменты, имейте антифрод. И я обращаюсь к коллегам, что если вы будете такие вещи делать, я считаю, надо сделать просто некие четкие правила. Вот, ребята, продаете такой инструмент, вот так должно быть. Больше можно, меньше нельзя. Да, и более того, мы как регулятор, мы, может, даже ничего не будем с этими банками делать, но мы будем способствовать формированию практики. Когда банк будет что делать? Суд пойдет, посмотрит рекомендации центрального банка и скажет, ребята, ну, смотрите, ну, вот у вас рекомендации есть, есть, вы не исполнили. Потом, ну, тут мобильные платежи, это так, я думал, как их назвать, это всякие pay. Вы отдали карту, токенизировали ее в некое приложение pay. После того, как она токенизирована, да, наверное, это хорошо, это каждый раз разные токены, это мошенникам ничего не скажет, но в момент токенизации это самое уязвимое место. И, как минимум, проверить принадлежность телефона, на который токенизируется эта история, это, по-моему, такое, как правило гигиена, как зубы почистить. Вот мы с Андреем Демерином из НЦФР лет пять уже занимаемся этим законом, вот обещают весеннюю сессию все-таки провести этот закон, что можно будет запросить в некую организацию отправить номер телефона ФИО и спросить, этот человек это или не этот. Операторы это блокируют, это им блокирует, естественно, мы много лет с ними боремся, они там, я еще не в ЦБ работал, мы боролись, но по идее это надо делать, то есть надо иметь возможность, раз уж мы все привязываемся к телефону, надо иметь возможность как минимум проверить, тому ли человеку принадлежит телефон. И третье, это небезопасное средство платежа, то есть я предлагаю это понятие его, так сказать, больше использовать, то есть если банк, банк может предлагать что угодно, хоть платеж, так сказать, по голосу, командой голосом, это тоже неплохая идея, но если банк предлагает такой инструмент, он обязан предложить, внедрить систему контроля, и если банк этого не сделал, то средство платежа может быть предназначено небезопасным, и ответственность может быть переложена на банк. То есть базовый момент, это просто перераспределять вещи. Банковские мобильные приложения, если посмотреть, но это больше уже части нашей ипостаси работы с пожилыми людьми, пожилые люди используют достаточно ограниченный объем операции. В свое время Deutsche Bank, мы с ними общались, они сделали набор, специальную опцию в мобильном приложении, где был вот такой вот набор, идеально. То есть там пять кнопок, ничего сделать больше нельзя, очень удобные, ежедневные платежи. Ребята из Deutsche Bank говорили, слушай, мы сами только этим пользуемся, ничем больше не пользуемся в принципе. И если, скажем, мы возьмем ту же ситуацию, вот классический пример бабушка фона. У меня там 85 лет теща, вот этим телефоном пользуется. Там ничего нет, там кнопки набора, два телефона там дочери мой и кнопка SOS. И то же самое, скажем, если взять смартфон, для молодого человека он, конечно, хорош, но для пожилого там слишком много всего. И если мы скажем, вот, кстати, один из банков уже сделал, сейчас вот тестирует, я не буду называть кто, но я думаю, ближайшее время такая вещь появится, будет такое бабушка-мобильное приложение. То есть будет пять кнопок, которые будут настраиваться как конструктор в офисе, вот, и ничего больше нельзя сделать. Вот там ему хоть обзвонится этот мошенник, он там требует, ну не может бабушка, нечего. И еще одна функция очень хорошая, сейчас она тоже появится в одного из банков в пилоте, это вторая подпись. То есть фактически человек назначает себе сам добровольно некого финансового попечителя, который подтверждает необычные транзакции. То есть обычные транзакции проходят нормально, стоит новое фродовое правило, которое в случае, если транзакция явно выбивается, второму человеку в мобильном приложении прилетает запрос, и он либо подтверждает, или нет. Изюминка в том, что установить легко мобильное приложение к рыжикам, чтобы снять, надо дойти до офиса. Социальные инженеры обломаются, я считаю, сразу на такой штуке, даже если бабушка просто свою подружку поставит. И вот эта вещь тоже важная, то есть надо об этом все время думать. Согласно данным Финцерд, две трети социнженерии, а банки возвращают только 15% от похищенного, понимаете? Вот. Ну, собственно, наверное, и все. То есть базовые мотивы следующие. Первое. Когда банки предлагают финансовый инструмент, они должны оценивать клиента и думать об этом, если они предлагают финансовый инструмент, в помощь которого потенциально возможно украсть деньги, банк должен ставить систему антифрода, и регулятор, значит, лучше бы сделал некие минимальные требования к этой системе, которые должны обязательно выполняться. В случае, если нет, то средство платежа считается небезопасным. И потом просто просьба думать. Население стареет, клиентские базы ваши стареют, и как только сарафанное радио работает хорошо, если вы хотите бороться за клиентов, устанавливаете, антифрод правильный. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ